Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу» и я, ведущая Христына Стэть. В Украине началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании и продлится она до 31 января. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест из одного учебного предмета. И студия онлайн-образования Эдера предлагает помощь в подготовке. Для этого разработан бесплатный сервис для самостоятельной подготовки будущих абитуриентов ВНО-платформа, который предлагает тесты, подсказки и авторские решения каждой задачи. Разработчики уверены, что онлайн-сервис поможет каждому в Украине, независимо от финансового состояния и территориальное размещение, удачно сдать внешнее зависимое оценивание и достичь высоких результатов. И больше об этом поговорим с моей гостью. Это менеджер по коммуникациям Эдера Татьяна Теслюченко. Татьяна, здравствуйте и спасибо, что вы пришли. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Вот каким образом сервис для самостоятельной подготовки будущих абитуриентов может помочь успешно сдать внешнее независимое оценивание? То есть я так понимаю, что каким-то образом вы сотрудничали то ли с центром ВНО, то ли с министерством образования для того, чтобы понимать, какие задания будут уже во время проведения ВНО и, собственно, аналогичное задание предлагаете для тестирования абитуриента. У нас в студии онлайн-образования Эдера есть несколько направлений, несколько материалов, которые могут помочь каждому школьнику подготовиться к внешнему независимому тестированию. Вы уже вот упомянули эту платформу, ВНО платформа, она была запущена в прошлом году и еще пока работает в достаточно тестовом режиме, но уже сейчас вы там можете пройти тесты по украинскому языку, литературе, математике, истории, химии и физике. Это действительно 100% тестовая платформа, где у вас есть набор вопросов, у вас есть время. Если вы не знаете ответ на вопрос, вы можете получить подсказку, что тоже является неким образовательным элементом, и потом в конце к каждому вопросу идут объяснения. Помимо этого, у нас еще есть несколько онлайн-курсов на платформе по специализированным предметам, например, лайфхаки по украинскому языку и литературе, биология, география, а также вот в этом году мы будем запускать курсы по математике и истории, которые точно так же помогут каждому выпускнику школы, будущему абитуриенту самостоятельно подготовиться к внешнему независимому тестированию. Мы работаем с экспертами, с учителями, с преподавателями, мы, конечно же, смотрим на материалы УЦИАО для того, чтобы максимально создать продукт, который будет в первую очередь 100% качественным, легким в использовании и доступным каждому желающему. Вы говорите о том, что сервис работает пока что в таком тестовом режиме, он был запущен в прошлом году, какое-то время уже этого тестирования прошло. О каком количестве посещений мы можем говорить? Какое количество абитуриентов уже узнало об этом сервисе, воспользовалось его услугами? Есть какая-то статистика, какие-то цифры, чтобы мы понимали о популярности этого сервиса в Украине? Тяжело говорить о конкретных цифрах. У меня сейчас нет цифр непосредственно по платформе внешнего независимого оценивания. Но если брать в целом нашу платформу со всеми онлайн-курсами, то у нас на данном этапе зарегистрировано порядка 300 тысяч людей. Это не только школьники, это все, кто проходят онлайн-курсы у нас на платформе. Но что является интересным, так это то, что курс лайфхаки по украинскому языку, это один из самых популярных курсов у нас на платформе. Самый популярный у нас курс для учителей младших классов. И вот второй по популярности это курс лайфхаки по украинскому языку и литературе, и он также был рекомендован на Министерство образования для использования в школах. Ну вот опять же, ранее вы сообщали о том, что две важные победы для ЭДЭРа, ну я так понимаю, за прошлый год, это вот собственно запуск курса по украинскому языку, который получил гриф Министерства образования науки Украины, вот и запуск обязательного курса для учителей. Вот по поводу курса по украинскому языку, немножко вы уже сказали, но я так понимаю, что этот гриф от Министерства образования и науки Украины, это как такой сертификат качества этого курса, да? И второе, я бы хотела, чтобы вы немножко рассказали по поводу курса для учителей, что это за курс, чему научиться может человек, который уже... С удовольствием расскажу. Это по сути беспрецедентный пока еще в Украине курс. Это первый онлайн-курс, который признан обязательным для повышения квалификации учителей начальной школы. В рамках реформы «Новая украинская школа» 22 тысячи учителей должны были пройти этот курс до начала учебного 2018 года. По состоянию у нас сейчас уже более 100 тысяч людей закончили этот курс полностью, получили сертификаты. Этот курс рассказывает о современных методиках преподавания в младшей школе, и он еще раз доказал то, что онлайн может отлично существовать с оффлайн-обучением. Вот как бы это первый раз, когда в Украине онлайн-курс признан обязательным, и мы видим, что это работает. Есть большой спрос, 22 тысячи обязательно, больше 100 тысяч уже прошли. В целом 170 тысяч людей сейчас учатся на платформе на этом курсе, и мы получаем очень много положительных отзывов от учителей непосредственно по поводу того, насколько это полезно, интерактивно, просто в плане потребления. Нужен компьютер, и все, по сути, и доступ к интернету. Ну, я также знаю о том, что вы или уже запустили, или собираетесь запустить онлайн-курс изучения английского языка, правильно ли я понимаю. И на самом деле запрос на это в украинском обществе огромен, как по мне, потому что сейчас многие пытаются учить английский язык, для кого-то это must-have, то, что должно быть. Ну и, соответственно, курсы английского языка, если говорить не онлайн, а оффлайн, ну, отчасти дорогие, да. И вот запрос на онлайн-курсы в Украине может быть очень великий, этот онлайн-курс может быть самым популярным в вашей платформе. Ну, вот как мне кажется. Такой курс уже существует, он покрывает отдельные темы по английскому языку, не весь английский язык. Да, и мы видим, что, ну, на самом деле, если смотреть по статистике, то 4 года назад, когда мы начинали, про онлайн-образование никто в Украине не знал. Сегодня же даже, например, тот факт, что более 300 тысяч человек, около 300 тысяч человек учатся у нас на платформе, уже показывает то, что есть спрос. И причем есть спрос у очень разных целевых аудиторий. И если брать те продукты, которые мы на данном этапе уже произвели, то есть четкие группы аудиторий, для которых они предназначены. То есть это школьное образование для учеников и для учителей. Это есть узкоспециализированное образование, например, для судей, для юристов, для журналистов и так далее, для, например, предприятий, предпринимателей. И есть, как бы, проекты и онлайн-курсы, которые может пройти каждый украинец, которому интересно саморазвиваться и узнавать что-то новое. Вот, например, в прошлом году мы запустили совместно с Vox Ukraine первый курс, онлайн-курс по факт-чекингу, где каждый может узнать, как отличить настоящая эта картинка или нет, как отличить манипуляцию от правды и от вранья. Также у нас есть курсы, которые рассказывают, например, о базовых правах человека, о медиаграмотности и так далее. И если говорить о самых популярных курсах вот среди украинцев, я так понимаю, курс по изучению украинского языка, он один из самых популярных, но, наверное, из-за того, что, опять же, один из главных предметов и обязательных предметов во время сдавания ВНО – это, опять же, украинский язык. Какие еще курсы? Вот вы видите, что динамика растет, популярность курса растет, запрос, опять же, растет. Есть какие-то цифры, как показатель популярности. И вот еще вы сказали о том, что 4 года назад онлайн-образование в Украине даже не знали. Сейчас вот этот ваш сервис онлайн-образования Эдера, он единственный или, может, у вас еще есть конкуренты, ну, с которыми приходится соревноваться в улучшении качества, да, услуг. Мы не одни, кто занимается онлайн-образованием в Украине, это так, но чем уникальна именно Эдера, так это то, что мы не просто платформа для онлайн-образования, а мы студия онлайн-образования. Объясню, что это значит. Мы не размещаем на нашей платформе курсы, которые мы сами не создали. Все курсы, которые там есть, мы создаем сами. У нас есть большой отдел research and development, мы называем его, отдел исследований, который под каждый конкретный курс проводит исследования, каким образом лучше преподносить эту информацию. Мы смотрим на практики мировые, на практики стран постсоветского пространства, что хорошо работает, что не очень работает. Мы консультируемся с экспертами и, по сути, мы являемся мостом между теми, у кого есть знания и теми, кто эти знания хочет получить. И наша главная цель — это показать, что любая наука, любое знание — это интересно и это просто, если это правильно преподносится. По поводу популярности, да. По поводу популярности, на данный момент у нас на платформе все же самые популярные курсы — это курсы для учителей. У нас это не только обязательный курс для учителей начальной школы, у нас также есть несколько других курсов, которые, например, рассказывают про инклюзивность образования, про недискриминативный подход в образовании, про управление школой, про коммуникации для учебных заведений. Я имею в виду внешние коммуникации. На втором месте, я бы сказала, это группа курсов про гражданские компетентности, то есть как быть успешным гражданином своей страны и такие социально важные темы, как факт-чекинг, как права человека и так далее. Ну, если говорить о финансировании такого важного проекта, и, я так понимаю, проект расширяется с каждым годом, и, собственно, и денег на расширение с каждым годом может понадобиться и больше, кто, каким образом финансируется проект и стал ли он самоокупаемым, да, вот за 4 года существования. Потому что я так понимаю, что для людей, которые проходят это онлайн-обучение, оно, по сути, бесплатно. Абсолютно бесплатно, да. А у нас есть несколько форм финансирования. У нас есть проекты, которые мы делаем для бизнеса исключительно, какие-то проекты под ключ, которые потом бизнес может использовать для повышения квалификации своих сотрудников. У нас есть, то есть это одна часть финансирования, и потом в основном эти деньги мы используем на то, чтобы создавать какие-то социально важные проекты, например, какие-то курсы для школьников и так далее. У нас есть, помимо этого, направление, где мы работаем с международными организациями за счет грантов и создаем либо же это онлайн-курсы, либо же это какие-то интерактивные спецпроекты и так далее. Вот, например, с ПРООН мы создали антикоррупционный урок, с Юнисефом у нас также было несколько проектов. И также у нас есть компания на Спильнокоште, где мы призываем каждого украинца сделать свой вклад в качественное образование в нашей стране, краудфандинг. Вот по поводу популярности онлайн-образования, да, вот как с этим обстоят дела в Европе? Вы немножко об этом уже рассказали, когда говорили, что где-то берете опыт, да, у европейских партнеров, европейских стран, но насколько онлайн-образование, да, оно, какой процент среди общего образования, ну, условно говоря, занимает в Украине? Потому что уже сейчас многие говорят, что вот те люди, там, подростки, которые вот-вот закончат школу, да, не обязательно все они пойдут учиться в офлайн, в университеты, пять лет, все более популярным становится момент, когда ты для себя находишь узкую специализацию, заканчиваешь онлайн-курсы, у тебя уже есть навыки, может, не так много теоретических знаний, и ты тоже можешь стать успешным. Мы в Эдера уверены, что успешное и качественное образование — это всегда микс онлайн и офлайн. Да, есть некоторые навыки и знания, которые ты можешь получить онлайн, сидя перед компьютером, проходя тесты, читая какие-то учебники интерактивные, но также очень важен вот этот момент офлайн, когда вы работаете в группах, например, вы обсуждаете с учителем, вам дают обратную связь по поводу того, что вы сделали, что вы сделали правильно, что вы сделали неправильно, возможно, нужно что-то обсудить и так далее. И мы видим, что это начинает работать в Украине. Опять же, вот у нас есть набор методических материалов для учителей, например, по проведению тех или иных уроков. И это удобно. Они зашли, у них есть материалы, они могут ученику показать видео, которое, например, создано нами, а потом его обсудить вместе в группе или разбиться на какие-то кейсы, обсуждать какие-то кейсы. И это вот интерактивность, и это blended learning, называется, смешанность образования. Вот мы верим, что именно за этим будущее. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я тоже верю, да. И я зрителям напомню, что гостей программы «Лицом к лицу» была менеджер коммуникации студии онлайн-образования ДЭРа Татьяна Теслюченко. А я, Христина, с вами прощаюсь. Вы же оставайтесь в UATV, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине.